приветствую всех любителей армрестинга и это канал армрестинг my life пару часов назад ларат опубликовал свой развернутый ответ олегу жоху на его вот это видео раунди мало будь ну перших два раунди я якби вигравав і получается що якби зарахували мені тих раунди ну 50 доларів було б моїх ну я виграв а цей поединок ну судді чомусь на це не звертали і давали все одно мені там ну пол ще там щось ну на це не реагували ну і після вже там наступних наступних перших три раунди було за мною вже наступні три наступні раунди вже сили в мене не було так як я перед цим шатрикат в трьох категоріях борося десь приблизно по шість схваток ну і я вже програвав ну і ну я я був безгідний за того що наприклад ну 5 я там минулий раз програв бороться за 10 тисяч доларів за 10 тисяч доларів побороться з ларатом без проблем я ставлю гроші але я не думаю що він буде згідний побороться итак олег этим видео бросил вызов ларату и кто б мог подумать ларат ответил на это видео сейчас вы узнаете перевод и что сказал ларат на в ответ олегу жоху вот это видео на английском языке где ларат все же дает ответ олегу жоху и он соглашается на вызов олега жоха на армфайт за 10 тисяч уе он даже озвучил дату что ему возможно подойдет армфайт в августе месяце чтобы дать олегу реванш вначале видео он рассказывает об том мероприятели кота которая проходила в 2013 году что тогда общий фонд был 150 тысяч долларов и как бы это такое значимое событие для армрестлинга туда посъезжали все топовые спортсмены даже туда пушкарь поехал жох кавачук ну и другие такие знаменитые все было как бы хорошо но оказалось то что выплат все же не будет тогда пушкарь вообще отказался от участия и один из организаторов предложил дэвину ларату и олегу жоху армфайт по правилам до трех побед впрочем как сейчас проходит вал вот хотели уговорить ларата ларат не знал победит или не победит жоха но все-таки он решился и на кону стояла 5000 уе и тот кто победит получает все самое интересное видео что прозвучало поучение олегу жоху что не стоит утверждать что он победил после того как по факту победит от дэйван он говорит что уважает олега и дает наставление по его убежденности что не нужно оправданий и утверждать обратное если кто-то считает не так то ларат призывает получше пересмотреть видео поединков между ними также здесь дэйван парирует высказывание жоха об усталости от участия в категориях олега жоха говоря о том что он сам боролся в тяжелой категории где участники были замотивированы деньгами это влияло на сильнее чем обычно олег проходил не забиваясь на соперников в меньшей категории и он сомневаюсь что олег забился хоть с кем-то при том что он заявлялся в нескольких категориях так как олег побеждал всех всех без каких-то либо серьезных заруб поэтому дэйму дэйван хочет перед не мировым ну злотым туром развеять все сомнения насчет тех поединков так как они были не в равных условиях и нужно было нужно было бы обоим быть свежим и чтобы растать все точки над и и так возможно нас ждет еще одна культовая заруба теперь нам остается просто ждать кто возьмется за организацию этих поединков удочки закинуты внимание привлечено теперь ждем и смотря видео дэймона чувствуется как он искренне не понимая причину того что является очевидным а именно его победа надо легом и жохом так смотрим два раза побеждал жох так ну видно локоть сошел видно локоть сошел смотрим дальше так вот короче это третий поединок если здесь жох победил то он бы победил эти ну победил и в сумме получил 5 тысяч долларов давайте смотрим за локтем жоха вот сейчас будет видно ну если вы заметили вроде реально уже сошел локоть не хочу быть заступаться за кого-либо хочу быть таким